всем привет сегодня у нас лучшие каналы настольном тэнси можно было сделать просто иноязычный канал настольном тэнси ну что-то слишком дофига при этом я почему-то хотел вспомнить еще некоторые русские вот поэтому лучше канала настольном тэнси начать можно с самого многочисленного канала пункфинити не помню сколько у них сейчас подписчиков чуть больше двух миллионов точно в общем чуваки делают развлекательный контент играют настольный теннис ножами и вилками ножницами бензопилами стульями и столами чем угодно в общем прикольно здорово но тяжело смотреть их все время ну то есть я прямо не слежу за ними иногда попадаю на их видос такой ну прикольно вот но смотреть их постоянно не очень интересно с другой стороны они привлекают много не теннисистов которым тоже интересно посмотреть на настольный теннис то есть популяризирует вид спорта сто процентов классно парни финны чем двое из них профессиональные игроки мик конор становится второй на национальном чемпионате финляндии парис отто они выигрывали вроде национальный чемпионат также у них периодически мелькал видео бенеде коллах который многократный победитель финского чемпионата выступал на олимпийских играх в общем крутой игрок также у них были несколько видосов с их тренировками там видно что все очень скилловые вот но смотреть такой или нет меня вообще не смущает что у них много подписчиков меня смущает что у них подписчиков больше двух миллионов официальной организации настольного тенниса мировой втт типа 500 чем-то тысяч 600 ну что такое как так вообще не понимаю вот второе по численности канала наверно адам бобров и не помню сколько подписчиков на четко миллиону приближалась адам бобров прикольный чувак у комментатор и тите и вообще шоу мэн ну то есть очень нравится за ним наблюдать потому что он во первых открыт везде ездит со всеми играет при этом в своем уникальном стиле и вот такой шоу стиль понятно дело наверное чтобы там видно что у него хороший скилл и он бы мог играть и лучше и не так дурачусь но этот его стиль все равно достаточно эффективно то есть там бывает с профессиональными игроками борется ну достойно на это во всяком случае интересно смотреть вот его можно ждать каждый выпуск там всегда что-то прикольное всегда он удивляет записывать крутые моменты с из профи из просто любителями еще по моему он и в россии был я даже видел запись него питерском клубе ну там просто любители прям не высокого уровня он со всеми играет такой вообще миролюбивый чувак прикольно про многочисленный канал можно сказать про втт официальный канал ну там понятное дело официальное соревнование официальной трансляции кстати прикольно что сейчас на этом в это то есть официальные трансляции потому что раньше трансляции были только на сайте эти те вот а сейчас мы можем просто в ю тубе посмотреть матч который идет прямо сейчас или прямо сегодня не нужно нигде регистрироваться просто на ю тубе смотришь вот это конечно кайф потом достаточно многочисленный канал ты был теннис деле но там чувак его ведет очень много лет уже и кстати странно что так мало подпи ну немало наверняка от нормальных подписчиков но я думаю будет больше тому же у них там производство такое нешуточное и на этом канале на мой взгляд лучшее реальти шоу про настольный теннис ты был теннис дэйли тим ну то есть они собрали команду и выступали в каком-то чемпионате англии сейчас не замутили свой чемпионат и борются то непонятно почему все они время не побеждают не знаю может команду хорошую собрали топовую и там интересный язык за игроками наблюдает за их взаимоотношениями за тем как они шутят друг на другом или например они устраивают своей команде там на вылет кто победит но прикольно очень смотреть ну понятно не все говорят на английском но часто пускают субтитры и в принципе вполне понятно про что разговор в общем вот их очень интересно смотреть особенно про команду когда они рассказывают также он иногда обзоры делает иногда со звездами занимается тоже там например один из лучших моментов как ему дмитрий овчаров объяснял почему топ спины достаточно мощный и дорогого стоит не не часто такого видишь еще достаточно популярный канал пингсанды и мратич в общем кажется тренер вьетнамец насколько я понял который живет во франции в основном пропагандирует так сказать китайскую философию китайского настольного тенниса в том смысле что игра липучками какие-то технические аспекты я вначале когда липучками начал играть много очень почерпнул он объяснил чем европейские накладки от липучек отличается зачем нужен бустер по технике отличие много говорил но в общем полезный канал единственную он до кого-то момента там все видео достаточно интересные полезные были последнее время он начал часто выпускать видео и уровень их полезности на может этот упал но недавно там выходил видос типа 10 лучших резин для форханда мне очень понравилось я теперь все эти резины пробую вот и что дальше дальше на самом деле есть очень много каналов с нарезками настольного тенниса брендом малонг фэн мэйд ну очень много подписчиков там просто матч выкладывают большом количестве ну понятно делает канал наверно все знают также выкладывает не только на нем но там ты уже по названию даже не ориентируешься просто ищешь матч вот еще есть очень много азиатских каналов где небольшой количество подписчиков но бывает что и по технике что-то объясняют но проблема в том что все говорят на либо на китайском либо на японском вряд ли на китайском чаще вьетнамский какой вот например есть личные каналы у кенты мацудаиры он там тоже немного дурачится и кстати у брата по макенджи мацудаиры тоже есть свой канал недавно смотрел как он там делает у корейцев что то есть но их большом количестве сложно смотреть ну что если английский пиши еще что-то как-то понимая что там на японском на корейском конечно тяжело воспринимать информацию хотелось отметить в конце очень русский канал vista спорт потому что если до этого они выкладывали обзоры редко-редко какие-то мастер-классы последнее время они выкладывают мастер-классы со звездами и формат стал более неформальный то есть они не звучит текст говорят но показывают какое-то общение со звездами какие-то вопросы задают немножко интервью там не звезды говорят звезды на столе на теннисе понятное дело говорят какие-то интересные вещи и по длине выросла там например все видео с игорем рубцовым ну там принц со всеми интересно вот но от игоря рубцова очень супер полезная информация было можно прям слушать недавно у них вышла сшибаем и сбуру ну короче них вот вот это последние последних видос это на мой взгляд прям наиболее эксклюзивный контент русскоязычном сегменте уж точно в общем вот такая подборочка получилось всем удачи всем успехов сейчас было рассказать про прикольный канал который называется не пинг-понг его это понимаю делают люди которые держат магазин table tennis 11 вот там русские мужики но я не знаю откуда они изначально в общем во всех случая русскоязычные они сначала делали канала на английском сейчас видим и помню что у них много русской аудитории и те же видео выпускают на русском языке все русскоязычные достаточно литературно говорят этот один из создателей канала бывший журналист поэтому у них интересная тема они говорят и про производство накладок производства мечей тоже исповедует то что китайские накладки весьма хорошие хотя говорят интересно также у них там на принять прикольные видосы финал чемпионата эстонии один из участников канала этом затащил и один участников канала там в этой лиге выиграл мико коннора которые с пункти короче тоже прикольный канал тоже советую